Учебные, боевые и специальные задачи. Выполнять их Крымская военно-морская база теперь будет под знаменем нового образца. Это символ, за который мы отдадим жизнь. Это самое главное. Символ нашей Родины, нашей страны. Поручение знамени – это очень хороший подарок в преддверии 2020 года. Церемония крепления полотнища знамени для военных – ритуал особый. Прибить его к древку считается большой честью. Для этого отобрали 16 передовых офицеров Крымской военно-морской базы. Командиров соединений, воинских и боевых частей. Среди них и вице-адмирал Александр Сергеевич Цубин. Он командовал базой до ее расформирования в 1996 году и сейчас рассказывает. Воссоздание боевой структуры в 2014-м стало желанным для всех историческим событием. Теперь настало время получить и знамя нового образца. Эта база необходима и военно-морскому флоту, и прежде всего самому Крыму. Потому что и Черноморский флот, и база огромную лепту внесли в весну 2014 года. Поэтому я сегодня очень горд о том, что знамя появилось, о том, что молодые лейтенанты, молодые матросы, свежая кровь – это придает сил не только базе, это и ветеранам придает силу. В сложные минуты выполнения задач боевое знамя всегда придавало сил, гордости и уверенности, говорят военные. Еще одна старинная традиция – освещение знамени. Церемония крепления знамени к древку состоялась накануне торжественного события. 30 ноября Крымская военно-морская база отметит свое пятилетие. В этот день ее командиру новое знамя вручит командующий Черноморским флотом. После этого боевой символ будет охраняться караулом. Юлия Баускова, Анатолий Паньков, Севенфорумбюро.